приветствую всех с вами олег саламаха с 23 октября по 6 ноября состоится у нас турнир один из главных в этом году под названием большая швейцарка фиде 2023 главным призом в котором будет две путевки на турнир претендентов принимает участие у нас в мужском турнире 114 игроков и 50 женском призовой фонд турнира 460 тысяч долларов будет у нас сыграно 11 туров по швейцарской системе очень интересный турнир нас с вами ожидает и давайте посмотрим первую десятку игроков в мужском турнире и так играет у нас фабиана каруана хикару накамура алиры зафи руджа аниш гири дамараджу гукеш рихард раппорт ливона ронян ромеж бабу прогнананха и максим ваш его граф все шахматисты очень сильные классическая у нас именно швейцарка с классическим контролем времени поэтому ставим лайк до начала обзора это позволит видео продвигаться в рекомендациях я буду показывать вам как обычно из каждого тура 10 самых интересных партий и давайте посмотрим как закончились партии сегодняшнего тура внимание на экран на ваших экранах сейчас самая необходимая информация о турнире большая швейцарка фиде 2023 расписание турнира у нас будет всего один выходной день 31 октября так что программа достаточно насыщенная также формат турнира швейцарка 11 туров временной контроль 100 минут и плюс 30 секунд добавление после каждого хода затем 40 минут добавляется после 40 хода и еще 15 минут добавляется после 60 хода ну и соответственно призовой фонд турнира всего у нас 460 тысяч долларов и распределение призов по местам вы также можете видеть на ваших экранах смотрите ознаком ливайтесь на ваших экранах жеребьевка последнего 11 тура решающие партии нам предстоят андрей есипенко играет черными против ани шигири у него 70 очков и также хорошие шансы имеет хикару накамура американский гроссмейстер и индийский гроссмейстер видит сантош гуджирати видит ну и остальные пары вы также можете сейчас видеть на ваших экранах смотрите ознаком ливайтесь ну и начинаем смотреть решающие поединки начнем наш обзор с партии где белыми играл польский супер гроссмейстер янгшиштов дуда черными же ему противостоял сильный украинский гроссмейстер антон коробов в партии у нас был разыгран закрытый дебют ферзевый гамбит и после е6 слон g5 конь d7 е3 ферзь а5 кембридж спринтский вариант белые забирают на поле d5 черные забирают пешкой е теперь слон на поле c8 может чувствовать себя достаточно свободно слон d3 конь е4 и здесь белые не убирают слона с поля g5 а заканчивает развитие игра и рокировка после конь бьет g5 черные не забирают пешку на поле c3 то есть там конь c3 bc ферзь c3 потому что в этом случае они сильно отстают в развитии забирают на поле g5 после конь бьет g5 конь f6 f4 слон d6 ферзь c2 а6 конь f3 черный заканчивает развитие и белый прыгают конем на поле е5 белые построили кольцо пильсбери три пешки как мы видим и на вершине конь слон е6 но у черных два слона a3 ладья c8 идет интересная сложная борьба конь a4 играют белые чтобы черные c5 провели путем разменов ну c5 антон коробов естественно так играет после конь c5 слон c5 dc ладья бьет c5 ферзь b3 белые нацеливаются на пешку на поле b7 и d4 антон коробов скрывает центр нападает на ферзя и при этом отдает пешку на поле b7 забирает ее янгшиштов дуда ферзь d2 черные теперь контратакуют пешку на поле е3 ферзь b4 играют белый нападая на ферзя и нападая на ладью отдавая пешку на поле е3 с шахом но после хода король h1 здесь антон коробов замечает что слон защищен конем поэтому можно провести комбинацию водя бьет е5 если например сыграть f e то черные не должны играть ферзь бьет d3 потому что них конь висит а сильнее гораздо конь g4 и теперь грозит ход коня в 2 висит слон и у черных здесь позиции даже уже с перевесом после ладья бьет е5 ладья f3 поэтому играет янгшиштов дуда он нападает на ферзя и защищает слона на поле d3 ну и вот здесь играет конь d5 антон коробов этот ход не проигрывает партию но приводит к проблемам в то время как было очень сильное решение здесь у черных это пожертвовать ферзя сыграть ладья d5 два восклицательных знака поставим этому ходу компьютер его выводит после непродолжительного раздумья на первую линию ладья бьет е3 d e идея в том что у черных очень сильная позиция получается после этого пешка на поле е3 мощнейшая нападаем на слона на поле d3 за ферзя у черных получается ладья и легкая фигура после слон е2 ладья d2 ладья е1 ладья c8 черные вторгаются h3 ладья c2 слон f3 ладья бьет b2 ну и здесь несмотря на то что у белых вроде бы материальный перевес после ферзь е7 е2 даже черные сильнейшая сторона белые начинают поедать пешки ферзь бьет a7 черные отвечают слон d5 после слон d5 конь d5 ферзь a4 белые здесь уже должны спасаться грозит шах на поле е8 и черные пробивают конем на поле f4 теперь нельзя забирать например ферзь бьет f4 из захода ладья d1 и на ферзь f2 ладья bb1 просто продавливая оборону белых как яичную скорлупу здесь просто белые сразу же проигрывали после ферзь a4 конь бьет f4 ферзь е8 шах король h7 вот здесь белые добиваются равенства ферзь е4 шах теперь если конь g6 то король h2 и белые как-то убегают от всех неприятностей у белых пешка еще идет компьютер тоже говорит что равенство но здесь уже достаточно сложно его добиться после ферзь е4 сильнее сыграть g6 тогда белые вынуждены забирать коня черные отвечают ладья d1 ну и здесь белые после ферзь бьет f7 шах король h8 могут либо сразу вечный шах объявить либо после ферзь f6 объявить двойной удар на короля и на ладью и после король h7 ферзь бьет b2 ладья е1 шах король h2 черные жертвуют ладью но снова превращаясь в ферзя король h1 е1 ферзь король h2 ферзь е4 я вам показал все самые наиболее упорные ходы ну и здесь получается окончание с лишней пешкой у белых но опять же повторюсь человеческой точки зрения есть у белых шансы на победу с компьютерной же точки зрения везде абсолютные нули ну естественно легко давать такие рекомендации после ладья бьет е5 ладья f3 когда вы перед глазами видите показания движка естественно антон коробов всего этого не видел он сыграл по-человечески сыграл конь d5 атакуя ферзя теперь белые отвечают ферзь d6 нападая на ладью ферзь d2 ферзь бьет е5 конь е3 висит мат висит слон водя g3 играет яншиштов дуда сам нападает на мат и защищается от мата в свою очередь интересная очень такая тактическая игра слон g4 черные перекрываются после ферзь е4 снова грозит мат внуждается ход g6 h3 слон f5 ферзь бьет d4 белые съели пешку и после хода конь c2 черные объявляют вилку на ферзя и на ладью пользуясь связкой слона с поля d3 после ферзь c4 белые нападают на коня грозят слон бьет f5 потому что пешка на поле g6 связана ну и здесь антон коробов допускает решающую ошибку в этой сложнейшей тактической схватке он забирает ладью на поле a1 в то время как надо было сыграть ладья c8 напасть на ферзя дополнительно защитить коня ладьей и теперь белые вынуждены объявлять красивый вечный шах ладья бьет g6 шах теперь если забрать слоном то белые заберут ладью с шахом а затем еще и коня поэтому король f8 тогда ладья c6 нападая снова на ладью перекрывая защиту защищая своего ферзя то есть перекрывая нападение ладья c6 ферзь c6 теперь если забрать на поле a1 то белые заберут слона на поле f5 поэтому слон бьет d3 и получается позиция где мы видим что у белых две пешки и ладья за две легких фигуры у черных после ферзь бьет a6 шах уже три пешки король g8 ферзь g5 король f8 ну и здесь белые могут по-разному продолжать у черных достаточно активная позиция у них все фигуры активны там слон e4 будет грозить конь e3 и белому лучше всего здесь не придумывать ничего не пытаться как-то играть на победу а сыграть ферзь d8 просто с вечным шахом так как на король g7 будет ферзь g5 и так далее но после ферзь c4 антон коробов не выдерживает напряжение забирает ладью на поле a1 теперь яншиш талду забирает слоном на поле f5 конь на поле a1 теперь вырезан из игры он никуда не выбирается король g7 играют черные и ферзь c7 последний ход в партии грозит ферзь e5 нет ухода король f6 и за ферзь e5 мат а грозит еще пробой ладья бьет g6 шах и спасения уже нет ни в одном из вариантов потому что на король h7 будет взятие слон бьет g6 пользуясь связкой пешки f с другой стороны как спасаться от удара ладья бьет g6 совершенно непонятно на 32 ходу украинский гроссмейстер антон коробов признал свое поражение вот такая вот интересная тактическая партия открывает нашу сегодняшнюю десятку идем дальше белыми играл живахир синдаров черными играл водислав артемьев в этой партии у нас была разыграна испанская партия после рокировка слон е7 c3 рокировка стороны закончили развитие дальше давайте дебют немножечко проматываем здесь особо ничего интересного не было после слона h4 слон b7 a4 белые подрывают ферзевый фланг черные играют конь b8 переводят коня чтобы слон работал конь d2 конь d7 b4 белые тем временем пытаются играть на ферзевом фланге и черные тоже здесь не вы комшиты показывают что они и контратакуют bc dc и d4 центр теперь взрывается после cd cd g5 отвечает удислав артемьев прогоняет слона который создал неприятную связку коня на поле f6 и сдает центр ходом еди при этом мы видим что черные сразу же нацелились на пешку на поле е4 сразу тремя фигурами ладьей конем и слоном в то время как и защищена она также трижды у белых е5 тем не менее белые нападают на коня конь h5 слон h2 жвахир сендаров пока не дает разменять слона на коня и d3 отвечает водислав артемьев ну сильнее было сыграть здесь конь c5 идеей d3 но водислав артемьев сразу скидывает пешку после слон d3 конь c5 он с темпом нападает на слона он отходит на поле b1 и черные играют ладья c8 после а б а б ферзь е2 белый нападают на пешку на поле b5 и черные ее жертвуют играя конь е6 конь е4 также играет жвахир сендаров пока не обращая никакого внимания на пехотинца если забрать пешку на поле b5 то черные сыграют слон c6 идея хода конь е6 от водислава артемьева была в том чтобы воцарить одного из коней на поле f4 даже путем жертвы пешки после ферзь b3 конь hf4 у черных достаточно хорошая позиция конь е6 конь е4 теперь конь f4 играет водислав артемьев ну и здесь решает забрать пешку все-таки желахир сендаров и в этой позиции водислав артемьев допускает ошибку грубую играя ферзь d5 здесь солнце 6 как я уже показывал было гораздо точнее и на ферзь b2 слон g7 начиная атаковать центральную пешку на поле е5 здесь позиция черных было бы вполне себе нормальный давайте теперь вернемся после ферзь бьет b5 ферзь d5 играет водислав артемьев и в этой позиции желахир сендаров тоже ошибается играя ферзь f1 в то время как победе приводил парадоксальный ход ферзь b2 в это сложно поверить но после ферзь b2 оценка компьютера здесь уже просто плюс 5 в пользу белых все дело в том что белые дополнительно защитили пешку на поле е5 и грозят ходом молодья а7 с идеей слона 2 на слон g7 бьем на поле f4 конь бьет f4 и играем молодья а7 и просто у черных позиций не держится дело в том что сейчас висит слон на поле b7 если он отходит то будет слона 2 с нападением на ферзя и на пешку на поле f7 ладья c7 тогда конь d6 тут еще и связка очень неприятная после конь бьет h3 шах gh ферзь бьет f3 ладья бьет b7 играют белые и получается так что здесь у них лишняя фигура ладья b7 ферзь b7 ферзь b7 конь b7 ладья е5 ладья е5 слон е5 конь c5 посчитали материал у белых лишняя фигура и абсолютно выигранная позиция после ферзь d5 ферзь f1 играет живахир синдаров теперь ферзь е6 также ошибается и владислав артемьев здесь черные могли сыграть воде a8 учитывая тот факт что водя на поле a1 не защищена защититься от угрозы слон a2 и здесь у черных позиция была бы вполне нормальная но ферзь е6 не видит этого владислав артемьев и не видит этого и живахир синдаров играя g4 снова к победе приводил ход ладья a7 на слон е4 слон е4 ладья d8 слон b1 угрозой слона 2 g4 же ход конкретный кажется что белые выигрывают материал потому что если конь уходит то конь f6 вилка и в этой позиции владислав артемьев не находит спасительный ресурс он играет слон b4 атакуя ладью на поле е1 но при этом отдавая коня на поле h5 и еще кое-что зевая при этом здесь был парадоксальный опять же ход ладья a8 который спасал партию опять же мы нападаем на ладью незащищенную на поле a1 не боимся взятия коня потому что ладья у белых висит а в случае ладья a8 ладья a8 вот что скорее всего не видели шахматисты то что теперь если забрать коня на поле h5 то черные здесь неожиданно даже переходит в контратаку играя слона 6 и ферзь на поле f1 кричит помогите помогите хулиганы зрения лишают ферзю на поле f1 просто деться некуда вот почему ход ферзи f1 был достаточно плохой за белых здесь приходится белым уже играть конь бьет g5 ну и здесь слава богу нашлась ничья за белых конь бьет g5 hg конь бьет g5 напали на ферзя ферзь а6 и слон бьет f4 белый жертвует ферзя но после слон бьет f1 слон е4 напали на ладью ладья a4 е6 еще один очень сильный ход подрыв слон c4 намереваюсь удержать пункт на поле f7 еf слон бьет f7 и здесь белый ходом слон h7 вынуждаю черных отдать ферзя назад потому что нету хода король h8 из-за конь бьет f7 вьюка а король g7 подставляемся также под скрытый шах после конь бьет f7 также нападаем на ферзя поэтому ферзь бьет h7 конь бьет h7 король бьет h7 ну и здесь после слон g3 слон бьет h5 возникает вот такая вот позиция где у черных лишняя фигура но пешек не осталось и здесь у белых есть шансы сделать ничью хотя шансы ну можно так сказать с компьютерной точки зрения небольшие человеческой точки зрения достаточно нормальные и так после g4 не поверил здесь значит своей позиции водислав артемьев сыграл слон b4 теперь белые играют слона 2 атакуя ферзя и после ферзь g6 с темпом забирают фигуру на поле h5 после ферзь f5 черные нападают на пешку на поле h3 но конь f6 шах король f8 слон бьет f4 все угрозы теперь белые устраняют после слон е1 конь е1 gf получается позиция где у белых две фигуры за ладью и абсолютно выигранная позиция ферзь d3 отвечает живахир синдаров нападая на ферзя на поле f5 нет ухода ферзь бьет е5 из-за конь d7 вилка приходится меняться ферзь d3 конь d3 попутно белые защищают пешку на поле е5 ладья d8 конь бьет f4 ну и здесь разгром ладья c5 слон d5 живахир синдаров перекрывается после слон d5 ладья d1 еще одна связка очень красиво ведет эту партию шахматисты узбекистана ладья c3 конь бьет d5 ладья c4 e6 пешка пошла ладья е4 ладья a1 ну и после f e конь g6 шах король g7 ладья a7 здесь сдался владислав артемьев потому что кони вместе с ладьей образуют матовую сеть на король g8 конь f6 мат следует поэтому здесь заход до мата российский гроссмейстер владислав артемьев признал свое поражение жвахир синдаров одержал победу хотя партия повторюсь было тоже очень интересно именно с тактической точки зрения были очень красивые тактические удары за обе стороны которые я вам показал в анализе поэтому попрошу вас прямо сейчас вылупите лайк под этим видео так как мы с вами набираем обороты и идем дальше белыми играл аниш гири черными играл андрей есипенко пожалуй одна из наиболее важных партий которая даст ответ на вопрос пробьется ли андрей есипенко в турнир претендентов 2024 года или нет его устраивает мячья ну а победа гарантированно дает ему эту путевку но противостоит ему белыми очень сильный шахматист из нидерландов аниш гири и так аниш гири играет d4 андрей есипенко отвечает d5 после c4 е6 конь c3 слон е7 cd еd разыгран ферзевый гамбит разменный вариант аниш гири играет сон f4 отвечает андрей есипенко ходом конь f6 после е3 слон f5 конь е2 рокировка водя c1 отвечают белые ну и вот здесь андрей есипенко идет на очень острый вариант который нужно знать ход в ход и кое-что андрей есипенко здесь к сожалению забывает он играет c5 в то время как простой ход c6 скорее всего просто уравнивал партию и не приводил к такому риску но c5 теперь белый забирают пешку на поле c5 и после слон бьет c5 дело в том что белый выигрывают пешку ударом конь бьет d5 так как водя с поли c1 нападает на слона на поле c5 но здесь все проанализировано могучим ураганом после коем бьет d5 водя бьет c5 слон е6 отвечают черные защищая коня на поле d5 ну и вот здесь слон бьет b8 обычно играют но они ж гири делает коварный ход конь c3 и здесь андрей есипенко подумал 12 минут и забрал слона на поле f4 это правильное решение правда после этого они шугири удается разменять ферзей ферзь d8 водя d8 и испортив себе структуру на королевском фланге получить свое распоряжение сейчас лишнюю пешку у черных динамика поскольку белый пока не закончили развитие конь d7 водя c7 конь f6 отдавая вторую пешку но намереваясь сыграть конь d5 f3 поэтому пока играет аниш гири контролирует центральные поля и где-то хочет g4 еще продвинуть h5 поэтому играет андрей есипенко чтобы черноч белый не сыграли g4 теперь белый забирают пешку на поле b7 ну и вот здесь продумав 35 с половиной минут андрей есипенко допускает проигрывающий ход в этой позиции на самом деле позиция очень острая и коварная как мы видим сейчас просто у черных не хватает двух пешек но спасение черных здесь заключалась именно в сумасшедшей динамике которая достигалась не ходом ладья d4 как сыграл андрей есипенко а ходом ладья c8 предлагая в дар еще и пешку на поле a7 очень трудно было решиться на это гроссмейстеру потому что после этого у белых просто будет стратегически выигранная позиция если черные ничего не сумеют доказать то у белых будет три лишних пешки но ход ладья c8 приводил именно к спасению на ладья бьет a7 белые должны поднимать брошенную перчатку конь d5 и вот в чем дело мы нападаем на коня и белые не успевают закончить развитие есть тут два варианта либо забираем на d5 либо белый играет ладья a3 давайте разберем оба если конь бьет d5 то тогда ладья бьет d5 и здесь грозит вторжение ладьи на первый ряд и на второй ряд на король f2 например ладья d2 шах король g3 ладья бьет b2 и белые здесь никак не могут использовать свой лишний материал у них сейчас две лишних пешки но проблема в том что например сейчас висит пешка a2 если a4 то ладья b1 связывая слона с поле f1 и угрожая ходом ладья c c1 со связкой слона на поле f1 то есть ладья на поле h1 не защищена белые могут сыграть опять и черные здесь не должны попасться в ловушку а должны сыграть g5 если сыграть например ладья c1 радостно так потирая ручонки чтобы вот сейчас мы вроде бы добьемся ничьей так как белые вроде бы должны как-то повторять ходы там король f2 играть то неожиданно белый играет слон d3 жертвуя ладью и выясняется что взять то ее не могут черные то есть видит окода зуб не имет грозит ладья a8 с матом поэтому здесь после h4 король f2 ладья b2 король e3 король убегает от всех неприятностей ладья по-прежнему неприкосновенно надо убирать ладью назад защищая последний ряд ну и здесь после хода f5 у белых уже сказывается как раз таки их большой материальный перевес но после хода a5 черные могут сыграть g5 теперь после fg ладья c1 никакого мата нет потому что мы освободили поле g7 и вот здесь уже белые должны соглашаться на ничью король f2 защищая слона шах король g3 ладья b1 и так далее и таким образом черные спасались теперь давайте вернемся после конь d5 если сыграть ладья a3 тогда черные играют конь бьет c3 если ладья бьет c3 то мы просто отъедаем пешку на поле a2 и после этого еще и пешка на поле b2 слабая но если bc пока сохраняя вроде бы весь лишний материал то ладья b8 черные заходят опять же ладьями на второй и на первый ряд и белые также никак не могут удержать свой материальный перевес король f2 ладья d1 снова связка h4 g6 не спеша и здесь позиции черных вполне себе хорошая хотим сыграть ладья b2 шах ладья b1 везде во всех вариантах получается так что черные добиваются равенства но в это сложно было поверить и андрей естепенко тоже не поверил с другой стороны если ты идешь на такой вариант в решающий для себя партии которая решает по сути дела все она решает именно получишь ты путевку на турнир претендентов или останешься с носом и зачем тогда спрашивается идти в этот вариант где вы с тренерами что-то не доработали ну действительно непонятная ситуация ладья d4 играет андрей естепенко и этот ход проигрывает партию аниж гири поднимает сильнейшее продолжение после слон е2 а5 черные хотят сыграть ладья b4 но король f2 белый спокойно заканчивает развитие и на ладья b4 ладья b5 вот так вот аниж гири очень сильно сыграл теперь проблема в том что ладья по-прежнему защищает пешку на поле b2 ладья встала на защищенную позицию а на слон d7 аниж гири контратакует ладью играя a3 ладья теперь не удерживается не может атаковать пешку на поле b2 поэтому приходится бить на поле b5 после ab слон е2 конь е2 ab позиция полностью успокоилась и итог ее плачевен для черных у белых здоровая лишняя пешка да у черных еще и слаба пешка на поле b4 ладья d1 и ладья c8 играет андрей сипенко ну какие-то призрачные шансы давал ход ладья a2 заставляя ладью встать на поле d2 но после ладья a5 ладья непонятно что на поле a2 делает король е3 все равно белые должны постепенно добиться победы и так ладья d1 ладья c8 теперь белые нападают еще и на пешку на поле b4 и она просто теряется потому что вставать в пассив полный ходом ладья b8 жалобно вот так защищая пешку ну здесь смерти подобно ладья c2 ладья бьет b4 остался просто теперь без двух пешек андрей сипенко ну и дальше без особых комментариев смотрим на эту боль они жили все защитил после король е3 конь е6 g4 пешки идут ну и после хода король g8 андрей сипенко совсем поплыл белый забирают еще одну пешку с нападением на коня и в этой позиции на 33 ходу андрей сипенко признал свое поражение и таким образом увы и ах но андрей сипенко у нас не едет на турнир претендентов 2024 года а кто же туда едет идем дальше прежде чем ответить на этот важный вопрос давайте рассмотрим еще несколько интересных поединков белыми играл ромеж бабу прагнананха черным играл богдан даниэль дяк в этой партии у нас была разыграна испанская партия берлинская защита дебют давайте проматываем тут особо ничего интересного не было и вообще партия вот это вот получилось достаточно любопытный после эфира g4 черные предлагают размен ферзей и промеж бабу прагнананха не отказывается белые укрепляются ходом f3 владя g7 конь d3 король d7 черные решают остаться королем в центре и совершенно правильно оценили позицию дальше белые опять же пытаются атаковать двигают пешки на ферзевом фланге черные ставят своего короля на поле е6 укрепляются ходом f6 конь c4 слон a7 конь a5 владя b8 владя d2 f5 отвечают черные и после c4 слон b6 конь b3 вот здесь допускает ошибку богдан даниэль дяк переоценивать свою позицию играя слон е3 здесь надо было спокойно разменяться на поле е4 черным после fe уже сыграть слон е3 и на ладя е2 отвести слона на поле g5 и здесь позиция была бы вполне себе хорошей у черных так как дальше кто-то идет на поле f4 после конь b3 слон е3 сразу сыграл богдан даниэль дяк теперь еф шах король бьет f5 владя е2 заманивая теперь слона на поле g5 и в эту ловушку красивейшую попался богдан даниэль дяк вот при короле на поле е6 слон g5 было отлично а вот при короле на поле f5 слон g5 уже смерти подобно и как вы догадываетесь здесь надо было правильно играть слона 7 тогда белые бы играли c5 арестовая слона вырезая его из игры после dc конь бьет c5 слон c5 конь c5 здесь черные могут сыграть водя d8 жертвуя пешку на поле b7 но после водя b8 конь c5 водя бьет b4 белые могут сыграть водя c2 теперь пешка на поле a4 защищена белых хотят сыграть конь а6 и конь бьет c7 ну и здесь черные могут сыграть конь f4 на g3 конь е6 защищая пешку на поле c7 после конь е6 король е6 максимум что здесь могут добиться белые это перехода владейное окончание с лишней пешкой но как здесь показывает анализ у черных после c5 полное полное равенство потому что не хватает пешки но пешка c проходная фигуры активные король в центре черные в любом случае здесь должны добиться равенства после же хода водя е2 слон g5 играет богдан даниэль дяк и зевает пробой ходом f4 двойной удар на пешку и на слона еф конь d4 шах и теперь король себя чувствует в очень большой опасности король g4 прямо в пасть льву играет богдан даниэль дяк этот ход очень красиво проигрывает партию но выясняется в анализе что не помогает уже и ход король f6 из-за удара h4 снова слон на поле g5 портит всю малину черным как ходить слон бьет h4 тогда конь бьет f4 проблема в том что висит вилка на поле h5 и вскрытый удар грозит и спасение нет на коне f4 водя бьет f4 с двойным ударом на слона и на короля потому что нету хода король g5 из-за конь е6 вилка давайте вернемся после хода король g6 водя бьет значит h4 белый естественно побеждают а после конь d4 король g4 прямо в пасть льву играет богдан даниэль дяк идет королем на заклание h3 шах король h5 конь f5 напали на ладью ладья отходит g4 шах деваться некуда приходится брать на проходе конь бьет g3 шах король h4 и ладья е4 шах партия заканчивается изумительно красиво теперь если черные забирают коня то после ладья g4 шах король бьет h3 конь f2 они получают вот такой симпатичный мат а после ладья е4 король бьет h3 забрал пешку богдан даниэль дяк но следует тихий ход конь f5 теперь грозит конь f2 мат и ладья f3 мат и спасения нету от этих двух матов можно только сыграть слон h4 временно защищая поле f2 но после ладья f3 шах слон g3 ладья бьет g3 все равно мат иванович приходит в гости к черному королю и так прогнананха очень красиво победил ну а мы с вами идем дальше белыми играл пархам максуду черными играл никита витюгов в этом поединке была разыграна защита немцовича система рубинштейна дебют также мы с вами здесь проматываем ничего особо интересного здесь не было получилась позиция с очень закрытым пешечным центром черные рокировали в длинную сторону белые пока с рокировкой выжидают после слон е2 f6 слон d2 g6 белые все-таки определяются играют короткая рокировка и черные играют и в 5 намереваясь скрыть линии на королевском фланге и в 4 белые тоже в принципе не возражают фе слон g4 слон g4 ферзь b3 е3 играет никита витюгов здесь конечно сильнее было сыграть конь f5 но е3 тоже неплохо он скидывает пешку чтобы с темпом напасть на слона конь f5 конь f5 водя бьет f5 теперь после и фе водя бьет е5 слон g5 водя е8 черные захватили вертикаль е водя и в 6 играют белые атакуя пешку на g6 и слон f5 контратакуя ладью на поле b1 и защищая пешку на g6 здесь пархам максудул играет слон f4 атакуя ладью на поле е5 слон бьет b1 слон бьет е5 ну и теперь черным конечно хотелось бы забрать ладьей на поле е5 но к сожалению после хода ладья f8 сделать это невозможно так как придется отдавать ферзя поэтому приходится брать пешкой теперь у белых образуется проходная пешка d после ферзь бьет b1 е4 у черных зато есть проходная пешка е d6 ферзь g7 ферзь f1 ну и вот здесь никита витюгов в один ход проигрывает партию хотя кажется что позиция черных достаточно печальная так как сейчас белые хотят сыграть ферзь f4 с угрозой d7 также и захватили они вертикаль f водя и всем еще грозит и ферзь а6 играет никита витюгов и этот ход очень быстро проигрывает партию он уходит от нападения ладьи в то время как здесь надо было найти ход a5 ну который действительно достаточно сложно найти человеку идея в том что после ладья f7 черные забирают пешку на поле c3 и после d7 ладья d8 ферзь f4 шах король a7 ферзь c7 кажется что можно подписывать бланки уже поздравлять соперника с победой потому что ладья атаковано ладья отходит проходит ферзь тут еще и мат на поле b7 соответственно грозит но е3 ход который волшебный ход который просто спасает черных вот этюдный ход отдаем ладью играем е2 и неожиданно у черных свой ферзь проходит а мата никакого нет пешка на поле a5 защищена ферзем шах можно дать тогда король бьет a8 d8 ферзь король a7 ну и все равно от превращения ферзя нету у белых здесь возможности как-то защититься если защититься например там ходом ладья е7 то во всех вариантах получается вечный шах там ферзь c1 и ферзь f4 тут уже белые могут объявить вечный шах жертвуя ладью на поле b7 ну и после король b7 ферзь д7 шах король b6 ферзь d6 можно соглашаться на ничью пешка на поле c4 не дает никуда черному королю уйти после ферзь f1 не нашел этого спасения никита витюгов сыграл ферзь h6 теперь ладья е7 ферзь е3 шах король h2 ферзь d2 нападая на пешку но ферзь f6 и здесь сдался никита витюгов так как ферзь защитил пешку никакого вечного шаха нет d7 висит когда моколов меч над позицией черных после чего ферзь на поле f6 же еще и поле d8 взял под контроль позиция абсолютно безнадежная у черных и здесь никита витюгов признал свое поражение идем дальше белыми играл рихард раппорт черным играл ариан чопра посмотрим с вами еще одну партию где белыми играл румынский гроссмейстер рихард раппорт разыграна была стран индийская защита с лишним темпом рихард раппорт известен тем что всегда разыгрывает дебют очень вычурно но при этом набирает колоссальное количество очков при этом то есть это его стиль можно так сказать он атакует на ферзевом фланге в то время как черные задвигают пешки на королевском после конь d5 король f7 ферзь b1 слон е7 ладья c1 ладья c8 белые как мы видим преуспели на ферзевом фланге в то время как черные на королевском уперлись ферзь b3 слон е6 и вот ход слон е6 оказывается очень серьезной ошибкой за черных смотрите белые создали угрозу как будто бы да вот два коня если куда-нибудь деть то будет шах и здесь надо было сыграть на профилактику король g7 приводила к равенству на а5 просто король h8 черные прятали короля делали такую вот искусственную рокировку и здесь позиция была бы вполне нормальной но слон е6 сыграли черные последовал b6 сильное продолжение в случае взятия будет вилка а6 конь c7 и белый напали на слона на поле е6 если слон отходит то будет скрытый шах конь f8 слон f3 теперь грозит шах с поля h5 g4 слон е2 слон бьет c4 ферзь бьет c4 шах конь е6 играют черные и после ферзь бьет е6 ферзь бьет е6 конь бьет е6 король значит если король бьет е6 сыграть то там получается после водя бит c8 весит пешка на ж4 не могут так белые вернее не могут так черные поступать после не проигрывает поэтому модели Бьет С1, шаг надо играть Ладья бьет С1, король бьет Е6 Но здесь после хода слон Д1 Выяснилось, что у черных нет спасения Грозит слон Б3 с выигрышем ладьи С другой стороны грозит еще и Ладья С7 с вторжением И здесь уже не стал даже продолжать Бороться, индийский гроссмейстер А просто признал свое поражение Позиция безнадежная, так как на король Д7 будет ладья С7, шаг На король Д6 слон Б4, шаг В любом случае белые вторгаются И черные никак не могут этому Воспрепятствовать Итак, Рихард Раппорт победил Идем дальше, белыми играл Алексей Широв Черными играл Рамазан Жалмаханов Посмотрим еще один интересный Поединок, в партии у нас была Разыграна сицилянская защита После рокировка слон Ж7, ладья Е1, конь Х6, Д3 Белые спокойно заканчивают развитие Рокировка, конь Д2, черный отвечает Ф6, подрывает центр Х3, белые пытаются избавиться Из-под связки Слон Аш5 Не боятся хода Ж4, черные Поскольку в этом случае Они хотят пожертвовать фигуру Ферзь А4 Ферзь С7 Нападая на пешку на поле Е5 И тут все-таки Ж4 Соблазняется Алексей Широв Выигрышем фигуры И в этой позиции Рамазан Жалмаханов Ошибается ходом Слон бьет Ж4 Здесь ФЕ было сильнее Отдать фигуру именно так На ЖАш Ладья Е4 Выигрывая темп с нападением на ферзя На ферзь Д1 Ладья Е8 Ну и здесь у черных давление У них очень мощный центр Пешки на королевском фланге У белых слабые Король тоже дохленький Здесь черные могли рассчитывать На позитивный результат После же Ж4 Слон Ж4 Последовало АЖ ФЕ И в этой позиции Также ошибается И испанский гроссмейстер Алексей Широв Играя конь Х2 В то время как было сильнее Сыграть Ж5 И затем ферзь идет На поле Ж4 Конь Х2 Е4 Теперь после Конь Ф1 ЕД Ладья Е6 Ладья Ц8 Черные уравняли Игру Слон Д2 Конь Ф7 Ладья Е1 Но тут снова Ошибается Рамазан Жомаханов Здесь надо было сыграть Слон Ф6 Здесь сейчас мы видим С вами что за фигуру У черных полный Материальный эквивалент У них 3 пешки за фигуру Так вот после Слон Ф6 С4 Конь Ж5 Нападаем на Ладью Слон Ж5 Слон Ж5 И если ферзь А3 С нападением на 2 пешки На С5 И на Д3 Как было сыграно в партии То у черных есть сильный ход Слон А4 Атакуя пешку на поле Ф2 И здесь черные Уравнивали игру После Ладья Е1 Ладья Е8 Отвечает Рамазан Жомаханов Это ошибка Теперь следует С4 И на Д4 Ферзь А3 И пешка потерялась После Конь Д8 Ладья Е4 Е5 Ферзь бьет Д3 Теперь получается Так что Две пешки За фигуру У черных Ну и Самое главное Что Никакой атаки У черных нет После Конь Ф7 Конь Ж3 Ферзь Д7 Ладья Е2 Ладья Е6 Конь Е4 Белые все заблокировали И после Ферзь Е7 Сыграли Ф4 Здесь Рамазан Жомаханов Взял И на 27 ходу Просто сдался Фигуры не хватает Непонятная Компенсация То есть Никакой нет За пожертвованную фигуру Поэтому здесь Казахстанский Шахматист Просто признал Своё поражение Хотя Играть еще можно было И играть достаточно долго Но вот Не понравилась ему Его позиция То как пошла игра Поэтому здесь Он просто Капитулировал Итак Алексей Широв победил Идем дальше Белыми играл Аксель Бахман Черными играл Раул Мамедов Посмотрим с вами Партию Из более низких досок Так как Очень много партий Как вы догадываетесь В последнем Одиннадцатом туре Завершилось в ничью Ну здесь Давайте посмотрим Партию Шахматиста Из Азербайджана Рауфа Мамедова В этой партии У нас был разыгран Ферзевый гамбит Славянская защита И здесь возникли Очень интересные Осложнения После Ладья Е1 Ф6 Ладья Е3 Играет здесь Аксель Бахман В то время как Было достаточно сильно Сыграть слон Д4 С нападением На пешку На А7 И Ферзь идет на поле Б3 После король Б8 Ферзь Е3 Белые усиливают Давление А6 И Ф4 Играют белые Атакуют центр Черных Конь Б5 Слон бьет Б5 Ферзь С7 Шах Слон С6 Очень сильный Ответ За белых Теперь Если например Забрать на поле С6 То Белые уведут Слона Из подбоя Вернее возьмут пешку На поле Е5 А если ЕД То Ладья Бьет Д4 Снова Атакован Конь Конь Б6 Король Б1 Уходя Из подсвязки Ну и теперь Возникает Очень красивая Ситуация Что черные Не могут Забирать Слона Если сыграть БЦ То это Проигрывает По причине Д6 И на ферзь Белые Белые Страиваются По вертикали Е Черные Сдваиваются По вертикали С Белые Белые Как мы видим Пешку Очень интересное Противостояние В этой партии У нас был разыгран Принятый Ферзевый Гамбит Поначалу Ничего не Предвещало Беды Поскольку Окончание Возникло Сразу же Практически С дебюта Разменялись Ферзи Ну и дальше Также Последовали Некоторые Упрощения Все Разменялось У черных Слабая пешка На поле С6 У белых Слабая пешка На поле Б2 И Е3 В результате Игра перешла В ладейное Окончание После С4 Ладья Б6 Король Д7 Здесь вот Ошибается Юрий Кузубов Ходом Ладья С1 И получает Неожиданно Проигранное Ладейное Окончание В то время Как надо было Срочно играть А4 И тащить Пешку А Свою Которая Отвлечет силы Черных После Ладья С1 Теперь Ладья Е8 Играет На Дербек Абдусатору Выясняется Что пешка На поле Е3 Практически Не держится Она мертвец А в этом случае После Ладья Е2 Черные Заползают В обжорный Ряд Шах Король Д6 Ладья Б6 Шах Король С5 И Ладья Б3 Таким путем На соплях Защищают Белую пешку На поле Е3 Ладья Е6 Ф5 И вот здесь Надербек Абдусаторов Также ошибается Ходом Ладья А6 В то время Как к выигрышу Приводил ход Ладья Б6 С нападением На пешку На поле Б2 Вынуждая Размен Ладей И выясняется Что окончание Просто выиграно За черных Сейчас висит Пешка На поле Б2 Единственный Шанс Это сыграть Е4 Попытаться Как-то Разбить Пешки Но Король С5 Ед Ладья Бьет Б2 И после Д6 Ладья Д2 Король Ф1 Еще очень Сильный Техничный Ход Н5 Не позволяем Белым Соединить Пешки Путем Ж4 А на Н3 Играем Н4 Очень важный Такой Стратегический Прием Теперь Одна Пешка Держит Две И у Черных Позиция Выиграна Дальше Они заберут Пешку На поле Д6 Без Особых Проблем Заберут Пешку На поле Ф5 И Пешка С Приносит Им Здесь Победу Итак Ф5 Ладья А6 Начинаются Приключения Белые Заползают Ладьей Также На обжорный Ряд Ладья Бьет А2 Ладья Бьет Ф7 Ж6 Фж Ладья Бьет Б2 Здесь Каждый Темп На вес Золота Но Белые Играют Ж7 После Ладья Ж2 Король Ф1 Ладья Ж6 Ладья А1 Теперь Белые Хотят Сыграть Ладья А8 И провести Ферзя Забирает Назербек Абдусаторов Пешку На поле H2 Теперь Следует Ладья С7 Шах И на Король Б6 Ладья С6 Очень Интересное Изящное Решение От украинского Гроссмейстера Если Забираем Королем То будет Шах Затем Уничтожаем Ладью И проводим Ферзя Поэтому Надо брать Ладьей Тогда У белых Появляется Ферзь Но Черные Объявляют Шах На поле H1 И забирают Ладью На поле А1 Получается После Ферзь Бьет D5 Окончание Где У черных Проходная Пешка С И две Ладьи За Ферзя Очень Сложное С точки зрения Именно Человека Окончание В котором Как вы догадываетесь Шахматисты Ошибались Еще Сто Раз Итак Давайте Дальше Белым Приходится Маневрировать Но До поры До времени Они это Успешно Девают После Того Как Белые Выписывают Миллион Шахов Черные Закрываются И вот Здесь Критический Момент На 54 Ходу Король D4 Играет Юрий Кузубов И этот Ход Проигрывает Партию Опять же С точки зрения Компьютера Король Е4 Давал Ничью Разница В том Что После С3 Черная Пешка Вроде бы Устремляется Ферзи Но Белые Объявляют Шах На D5 И Теперь Если Закрыться Ладьей Понимаете Что При Короле На Поле D4 Это Сразу Побеждало А Здесь Белые Опять же Везде Объявляют Вечный Шах Король Не попадает Под Связку И Вот В этом Как раз Вся Разница После Ферзь D5 Король C8 Ферзь C8 Вернее Ферзь G8 Король B7 Также Белые Везде Объявляют Вечный Шах Никак Перекрыться Не могут Черные Могут Конечно Закрыться Ладьей Но Тогда Король D3 Еще Один Ключевой Ход Который Надо Просто Было Видеть Нет Теперь Хода Ладья D6 Со Связкой А Черные Хотят Заблокировать Пешку C2 Вот Вот Пройдет Ферзь Но Здесь Неожиданно После Ферзи F7 Получается Опять Везде Ничья Вечным Шахом Никак Черный Король Не может Никуда Уйти Везде Получается Вечный Шах Опять же Это было Невозможно Понять И поднять Без компьютера После Ладья C6 Играет Король D4 Юрий Кузубов Теперь C3 Шах Король E8 Шах И вот Здесь Черные Снова Выигрывали Строго Единственными Ходами Но Король D8 Играет На Дербе Кабдусаторов Ошибается И снова Позиция Становится Ничейной В то время Как Ладья E7 Приводил К победе Но Опять же Это было Очень тяжело Найти Шах Король D7 Шах Ладья E6 Перекрылись Шахом С шахом Отдали Пешку Король C8 Шах Король B7 Шах Ладья C7 Теперь После Ферзь H1 Шах Король А7 Ферзь А1 Шах Ладья А6 Шах Заканчиваются Пешка Черных Идет Дальше И черные Побеждают Но Согласитесь Что Найти Такое Было Невозможно Итак Ферзь E5 Король D8 Теперь Белые Снова Дают Шах Забирают Пешку С шахом И снова На доске Ничья После Ферзь B3 Король А7 Вот здесь Юрий Кузубов В полной Уверенности То что Уже Ничья На доске Допускает Проигрывающий Ход Ферзь A2 Шах В то время Как ход Король D3 Давал Ничью Но Опять же Это было Невозможно Найти Именно Человеку Показываю Вам Как здесь Белые Спасались C2 У черных Вот-вот Ферзь Превратится Но Опять Шахи Начинаются Шахи И никуда Деться От этих Шахов Черные Не могут То есть Ходом Король D3 Нужно Было Обязательно Вот так Сыграть Чтобы Если что Освободить Где-то Вариантах Четвертую Горизонталь Для белых Итак Ферзь A2 Шах Ладья A6 Теперь Шахи Закончились Неожиданно Ферзь C2 Ладья D6 Теперь Черные Шахуют Король E4 И снова В этой Позиции Черные Одерживали Победу Ходом Ладья B6 Ладья Идет На поле B2 Вариант Непростой Дальше Показываю Вам Как выигрывали Здесь Черные То есть Совершенно Непростой Вариант Опять же Компьютерный После Ладья C4 E5 Ладья D2 Король E3 Ладья D4 Вот так Черные Решающим Образом Перестраивали Свои фигуры После Ферзь B3 Шах Король C6 Шахи Неожиданно Заканчиваются Ни одного Шаха Нету Ферз C2 Тогда Ладья E4 Шах Нельзя Бить на поле E4 Дважды Так как После C2 Король Окажется Не в квадрате Пешки Король F2 И тогда Король C5 У черных Тотальная Доминация И здесь Они побеждают Но после Король E4 Ладья C6 Сыграл Нидербек Абдусаторов И снова На доске Ничья Король F5 Играет Юрий Кузубов И опять Это ошибка Король F3 Приводила К ничьей Ладья F6 Король E2 Ладья D6 С угрозой Ладья D2 И тут Опять Начинается Круговерть Шахов Шахи 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 И так далее Итак Король F5 Ладья D5 Шах Король F4 Ладья B5 Теперь После E4 Король B6 E5 Ладья B2 Черные Наконец-то Все-таки Добиваются Победы То есть Белые Допустили Все ошибки Которые Могли И теперь Черные Играют C2 Припечатывая Белого Ферзя Здесь Ферзь Уже Совсем Плохой E6 Играют Белые Надеясь Как-то Отвлечь Силы Черных Но Шах Король F2 Ладья B1 После E7 Ладья Бьет C1 E8 Ферзь Белый Надеется На какой-то Вечный Шах Но Его Здесь Нет Дает Шах На Дербек Абду Саторов Ладьей Если Забрать То Будет Ферзь Король G2 И Ладья F2 Все-таки Заставляя Забрать Эту Ладью Так как Нельзя Спускаться Будет Ферзь Шах Проходить А на Король Бьет F2 C1 Ферзь И нету Вечного Шаха Ферзь Сб8 Король А5 И Здесь Сдался Юрий Кузубов Поскольку Король Просто Убегает Вот так Вот Ножками От Шахов Например На поле Д1 Ну и Дальше Черные Перекрываются И сами Матуют Белого Короля Очень Интересный Сложнейший Поединок Мы с вами Наблюдали Ну а Теперь Друзья Давайте Посмотрим С вами Решающую Партию И узнаем Кто же У нас Проходит Турнир Претендентов Который Состоится В Торонто В 2024 Году Идем дальше Белыми играл Сантош Гуджирати Видит Черными играл Александр Предке Индийский Гроссмейстер Сантош Гуджирати Видит Который Проиграл Первую Партию Затем Набрал Какую-то Совершенно Сумасшедшую Скорость И сейчас В своем Загашнике Имеет 7,5 Очков Из 10 Если Он побеждает А к этому Времени Хикару Накамура Сыграл В ничью Свою партию И отобрался Уже на турнир Претендентов Можем поздравить Один Шахматист У нас уже известен Это Хикару Накамура Который отобрался Вот с этого турнира С большой швейцарки Так вот Если Сантош Гуджирати Видит Одерживает победу То он не просто Проходит в турнир Претендентов А еще и Единолично Одерживает победу На этом Супер турнире Так как у него будет 8 сфойных очков И на пол очка Он опередит Хикару Накамура Его противостоит Шахматист из Сербии Александр Предке Который Ранее представлял Россию В этой партии У нас был разыгран Принятый Ферзевый Гамбит Но Александра Предке Я хорошо знаю Он из Тольятти И много раз Приезжал к нам На мемориал Ботвинника Который проходит Сейчас ежегодно В нашем городе Сызрани Который уже Обсчитывается Даже с турниром Фиде Это турнир По быстрым шахматам Так вот Многие из Тольяттинских И Сызранских Вернее Самарских шахматистов К нам приезжают На этот турнир Он в мае проходит Но сейчас Александр Предке Представляет собой Сербского Гроссмейстера Так как вы знаете Что из-за санкций Шахматистам Очень тяжело Играть В заграничных Турнирах Поэтому приходится Приходится менять Гражданство Также мой хороший Друг Никита Петров Сменил гражданство Сейчас он Представляет Например Черногорию Ну и очень много На самом деле Шахматистов Сменили Шахматное Гражданство Благодаря Не очень-то Хорошей политики Российской Шахматной Федерации И таким образом Продолжают Выступления На супертурнирах Европейского Уровня Конь Ц5 Играет здесь Сантош Гуджративиди Давайте вернемся К партии Нападает он На пешку На поле Б7 И тут надо было Черным Просто забрать Этого коня Не хотелось Скорее всего Александру Предке Давать преимущество Двух слонов Белым Но здесь Позиция Получается Вполне себе Обороноспособной За черных После слон Д7 Позиция равна Итак Слон Ц6 Играет Александр Предке Защищая пешку Но пропускает удар Конь бьет А6 Конечно Удар-то он видел Этот Брать плохо Из-за того Что слон На поле Ц6 Не защищен Конь Д7 Играет Александр Предке Как ни в чем Не бывало Продолжая играть Без пешки Но Теперь уже Белая сильнейшая Сторона Дальше Последовали Упрощение И переход В окончание Ладья С С конем После Конь Е5 А4 Белые пешки Пошли Ладья Ц5 Ладья Д4 Ладья Ц1 Завязывая Слона Ладья Б4 Ну и вот здесь На 31 ходу Наступает Критический момент В партии Так как здесь Александр Предке Ошибается Ходом Ладья Б1 Ладья А1 Был очень сильный Ответ Которым Черные Добивались Практически Равенства Ну Б3 Здесь надо играть У белых Здесь были шансы На победу Если бы они Начали точный Ход Б3 Вот если забрать Пешку на поле Б7 То здесь уже Выигрыша нет Конь С4 Играют черные Угрожает Конь Д2 С нападением На связанного Слона На поле Ф1 И здесь Белые Даже уже Должны спасаться Так как они Просто остаются Без фигуры После ладья А1 Б3 Так сильнее Всего сыграть Чтобы конь На С4 Не пошел И дальше Белые Хотят забрать Пешку Ну здесь Черные Играют Король Е7 Отдают Пешку С шахом Играют Король Ф6 Централизуя Короля И здесь После ладья Б4 Укрепляются Ходом H5 И вот Вы не поверите Но белым Очень сложно На самом деле Здесь Добиться Прогресса Проблема В том Что если Сыграть G3 То будет Конь Ф3 Шах Пешка Пока на поле А5 Не идет Ладья Встала К ней В тыл И выиграть Очень Очень сложно То есть Здесь были Максимальные Проблемы Для победы Для индийского Гроссмейстера Ну а Александр Предки После ладья Б4 Сыграл Ладья Б1 Теперь Ф4 Играет Сантош Гуджирати Видит Очень сильное Продолжение Он скидывает Пешку Но при этом Освобождает Своего короля И дальше Слон высвободился Теперь Черные фигуры Занимают Пассивные позиции Белые забирают Пешку на поле Б7 И белая пешка Бежит Без особых проблем Ферзи После слона Б5 Шах Король Ф8 А5 Пешка пошла Ну и дальше Без особых Комментариев Выписал Еще Предке Пару шахов Пешка уже просто Прошла ферзи Ну сделал Несколько шахов Александр Предке Король спрятался И тут на 47 ходу Александр Предке Признал свое поражение И Сантош Гуджирати Видит Одерживает победу И становится Единоличным Победителем Турнира Большая Швейцарка Браво Видит И теперь Становится Известны имена Двух участников Турнира Претендентов Это Сантош Гуджирати Видит И Хикару Накамура Еще два Участника Пройдут туда По двум условиям По самому Высокому Рейтингу Сейчас пока это Алира Зафи Руджа И также По Самому лучшему Выступлению На супер Турнирах Сейчас На это место Претендует У нас Шахматист Дамараджу Гукеш Который На самом деле Полностью Провалил Вот этот турнир Большая Швейцарка Но остальные Турниры У него Хорошо Идут В зачет Итак Друзья Мы с вами Посмотрели Великолепные Партии 10 поединков Которые я На сегодня Для вас Отобрал И мне не остается Ничего иного Как вместе с вами Теперь Посмотрите Результаты Всех остальных Участников Кто за кем Следил На этом Супер турнире Большая Швейцарка И также Подвести Турнирное положение Участников После 11 туров То есть Финальное положение Внимание На экран Супер турнирное положение Супер турниры Супер турнирное положение Участливо Супер турнирное положение Супер турнирное положение Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Для вашего удобства, если вы щекнете на левую конечную заставку, то вы увидите обзор предыдущего тура, который вы сейчас наблюдаете. В данном случае это большая швейцарка FIDE 2023. Справа будет обзор следующего тура. Таким образом, все сделано для вашего удобства, чтобы вы не потерялись и посмотрели весь турнир, целиком находясь на моем канале. Для вас же работал и комментировал Олег Саламаха. Играйте в шахматы, любите шахматы. И увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира. Счастливо!